Журналисты раскрыли интригу. Компания Муравленко Медиа назвала имена победителей премии Человек-года. Торжественная церемония прошла в Доме культуры Украина, рассказывает Татьяна Бойко. Смокинги, вечернее платье, блеск софитов, настоящий светский раут. Совсем скоро объявят имена победителей премии Человек-года. Номинанты в волнительном ожидании. Здравствуйте. С каким настроением пришли? Волнуетесь? Конечно, подобное мероприятие для нас впервые. Естественно, присутствуют нотки волнения, но тем не менее мы рады, что оказались в данном мероприятии. До начала торжественной церемонии гости и номинанты делают фото на память, общаются друг с другом и гадают, кто же в этот раз поднимется на сцену за заветной статуэткой. У меня есть подозрение, что два года подряд победить не получится, но тем не менее все равно волнуюсь. Хотелось бы в своей номинации победить, конечно же. Отряд Лизалер. Хотелось бы все равно победить, но так очень здорово, прям атмосферно похоже, что это вот такое событие года. Премию Человек-года компания Муравлинкомедия проводит уже во второй раз. Имена победителей держатся в строгом секрете. В этом году профессиональная команда – это журналисты, редакторы, корректоры, печатники – определили лауреатов в 22 номинациях. И вот он, долгожданный момент. Лучших из лучших приглашают на сцену. Номинантов в этой номинации нам было определить нелегко. Мы с коллегами долго спорили, обсуждали, но в итоге пришли к единому мнению. И победитель в этой номинации действительно грандиозное событие для нашего города. Всего в медиакоманда было представлено более 60 человек. Это люди разных профессий. Педагоги, медики, полицейские, нефтяники, водители. Все они главные герои наших репортажей и статей. Многие из них на экране телевизора появлялись более 100 раз. Поэтому номинация «Медиаперсона года» традиционна. В этом году статуэтку вручают Светлане Каменской, депутату Законодательного собрания Ямала. В первую очередь я хочу поблагодарить журналистов «Медиа» Муравленко, которые очень правдиво, справедливо, со всей долей ответственности рассказывают и делают замечательные сюжеты. В этом, конечно, их большая заслуга. Открытием года в этом году стала хоккейная академия «Авангард». Победителем номинации «Творец года» Николай Атаманов, художественный руководитель Дома культуры Украины. Волонтером года поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Это люди, которые в любое время дня и ночи готовы прийти на помощь попавшим в беду. Только этой осенью они спасли трех человек. Активистом года названа общественная организация «Женщины Муравленко». Прорывом года стал «Танцующий город», идейный вдохновитель которого – Павел Шулешко. Социально-творческий проект «Танцующий город» – это не только возможность научиться танцевать за столь короткий период, буквально два месяца, а также это возможность объединить жителей города Муравленко разных профессий, должностей, национальностей. И, по моему мнению, в этом и заключается сила культуры города Муравленко. Трех лауреатов выбрались сами горожане в ходе интернет-голосования на портале «Живем на севере». Событием года стало открытие скверов и аллеев. Номинации «Женщина года» больше всего голосов горожане отдали за Ирину Кузнецову, начальника управления ЖКХ. Мужчиной года стал председатель городской думы Александр Шаповалов. Хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал на протяжении этого года. Год был, скажу прямо, непростой для меня, но все получилось и итогом явилось, наверное, мое сегодняшнее награждение. Церемония награждения прошла на одном дыхании. Были сюрпризы и волнения. Выходя из зала, победители не скрывали эмоций. Эмоции переполняю через край. Это действительно настолько неожиданно. Это безумно приятно. И трепетно. Внутри просто все сжалось, когда услышала свою фамилию, имя. На сцене было очень приятно. Весь следующий год мы вновь будем следить за событиями. Будем делать уникальные проекты, искать новых героев, статей, передач. Будем снимать репортажи, чтобы в этом зале снова собрать лучших из лучших. Татьяна Бойко, Владислав Дроботов, Антон Иванов, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.